Тема сегодняшнего занятия «Возрасты». Страница 54, задача с 365, с первой, с 365 задачей. Серёже 11 лет, Вове 1 год. Сколько лет будет Серёже, когда он станет в трое старше Вовы? Пожалуйста. Для начала мы узнаем, сколько должно быть лет Вове, когда он будет в трое младшее Серёже. Для этого мы вычерем из 11 лет. Один. И раздвинем на два. Пожалуйста. А на пяти. Значит, через четыре года. А интересно, почему 11 минус один надо девить на два? Потому что разница должна быть в три раза больше. Сейчас объясню. Можно записать уравнение? Пожалуйста. Тут будет записано икс. Что такое там маленькая троечка? Что такое вот эта троечка? Это 3х. Здорово. Здорово. То есть вы нуждаетесь в переводчике. Давайте я буду писать. 3х. Можно мы не будем смеяться? Вообще-то ответ он получил правильно. 3х. Дальше. Равно. 11. Минус один. Множить. Ой. Разделить на два и умножить на три. Ничего. Нет. Во-первых, я не понимаю. Вот здесь можно так вообще писать. Потому что здесь непонятно, что мы делаем. Сначала делим на два, а потом умножаем на три. Или же мы делим на произведение чисел 2 и 2. Вообще, когда подряд написаны действия деления и умножения, то, в общем, не всегда это понятно. Нет, ребят, я думаю, что он явно перемудрил. Давайте. Да, я могу. Нет, нет, все. Садись, пожалуйста. Да. Обозначим, сколько лет прошло х. Количество прошедших лет обозначим буквой х. Тогда Сереже будет 11 лет плюс х. А тому будет 1 плюс х. А 11 плюс х будет в 3 раза больше 1 плюс х. Значит, 11 плюс х будет равняться 3 плюс 3х. На самом деле, надо было, конечно, написать так. 11 плюс х – это возраст старшего через х лет. Конечно, надо было написать так. В 3 раза больше, чем 1 плюс х. Погласны? Да. Дальше раскрыть скобки. 11 плюс х – это 3 плюс 3х. Ну, замечательно. Решать по сравнению надо? Да, надо. Решать по сравнению. А, рисовать. Знаете, получается, что 11… 11 равно… Неправда? Чего? Да. Погласен? Да. Из обеих частей вычел… Да. Обратите, пожалуйста, внимание на разницу, как пишу я формулу и как пишет формула Нина. Она, конечно, сэкономила несколько сантиметров. Прямо непонятно, как она с ней сможет доход получить. Сэкономила сантиметры. Но, смотрите, она принципиально напишет пробелы. То есть, вот когда я пишу, между 3 и х, между цифрой, здесь пробела нет, и видно, что это вместе они. А здесь пробелы есть. А вот здесь, смотрите, непредусмотрены, и поэтому формула слипается, и возникает трудность для чтения. Ну, хорошо, тем не менее, формула верна. Дальше. Дальше. Правильно. Из обеих частей вычитаем тройку. Что получится? Да. 8 – это 2х. Отлично. И, наконец… 4. Да. Это х. Все, все, спасибо. Дальше все понятно. Дальше все понятно. Конечно, будет 15 лет и 5 лет. Замечательно. 366 задача. У 35-летнего отца 4 сына. Каждый младше другого на 2 года, причем старшему 8 лет. Через сколько лет детям вместе будет столько же лет, сколько отцу. Повторяю. Есть 35-летний отец. У него 4 сына. Старшему 8 лет. Каждый следующий младше на 2 года. Через сколько лет детям вместе будет столько же лет, сколько отцу. Прошу вас. Возраст 7 и те будет. Возраст 3, 2, 6, 4, 2. И прибавляем 4х. Х – это сколько лет. Почему вам не посчитать эту сумму? 8, 4 и 2. Смотрите, вы так торопитесь сделать все действия сразу, что решаете себе просто удовольствие посчитать. Напишите мне мою травму, пожалуйста. Да, действительно, сумма равна 20. То есть сейчас, если сложить возраст у всех детей, получится 20. А если посмотреть, сколько лет отцу, получится 35. Да. И сколько лет пришло это х? То есть здесь было 4 сына. И каждый младше прибавил по х. То есть прибавит 4х. Здесь у вас уже написано равенство. Нельзя к его части, правые взять, просто чтобы так прибавить. Да. Это у нас. Да. Я могу исправить. Там надо написать 4х. 4х, потому что дети все одновременно растут. Поэтому смотрите, как там на самом деле. 8 плюс х через х следует. 6 плюс х, 4 плюс х и 2 плюс х. И все вот это должно равняться... Бедный ответ. Он-то, видите, растет один. Он-то ведь только один, да? Здесь же мы справимся с ними. Получается 20 плюс 4х это 35 плюс х. Так, и как же он? Да, вот такой же равненький, как у вас. И как же его решать? Переносим х. Все до сюда. Да. Если было с плюсом, то останется минус. Отлично. Что будет? 4х очень тихо. Да, молодец. Это будет. Здесь было с плюсом. Заметьте, он говорит 4х минус х, а рука сама пишет другое. А ничего смешного. Ничего смешного. Он всего лишь волнуется. Да? Нормально. Это у нас нормально. Да. Получается... Отлично. Отлично. Да, да, спасибо. Если к половине моих лет прибавить число 7, то получите мой возраст 13 лет тому назад. Ну, естественный вопрос. Сколько мне лет? Пожалуйста. Давайте безумно. Ладно, возраст это будет у нас х. Получается такое уравнение. Х плюс... Сейчас, х плюс... Так, х... Сейчас, скучку... Х минус... Плюс 13... 13 равен 0,5... Х плюс 7, да? Ну, где-то мы назад. Нет. Хорошо. Сейчас, смотри, далеко не самый голубой человек на свете, как замонстрировал одну важную вещь. Господа, какие задачи нужны в обязательном порядке... Почему я сегодня занятие провожу это с вами? Нужно в обязательном порядке научиться решать. То есть, он всего лишь, казалось бы, там, в одном месте написал, там, не минус, а плюс. Только ответ при нём не получился. И, разумеется, нужно довести до автоматизма. Чтобы, когда вы пишете уравнение, у вас всегда бы получился правильный ответ. И уравнение, чтобы у вас совершенно без ошибок составлялось, да? А вы знаете, возраст сына х? Да, пожалуйста. А, смотри. Одна... Только насчёт того, что сына... А, нет, действительно, собственно говоря, я же чей-то сын, да, нормально. Если к половине моих лет прибавить 7, то получите мой возраст 13 лет тому назад. Нормально, да? На это не обижаются? А вот на это обижаются? Ну, что-то, 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 нет, смотрите. Вы пишете дробь так, что у вас х расположено на том же уровне, что двойка. Смотрите, как правильно написано. Одна вторая х или х пополам. Но ни в коем случае не так. Потому что человек запросто может подумать, что у вас здесь дробная черта не дорисовалась, а это совсем другой смысл. Если к половине моих лет... Давайте, давайте. К половине, да. Прибавить 7. Да. Повторение, манючение. Плюсик должен быть на том же самом уровне. Я помню, допилавок. Я допьюсь, что формула будет написана правильником. Плюс что? 7. Так, пишем. Если к половине моих лет прибавить 7, да, то что? То это будет равняться, сколько мне сейчас, нет? Пиши, пиши. Х. Моему возрасту 13 лет назад. Это что такое? Х. Минус 13. Да, отлично. Х. Минус 13. Отлично. Как решать это выравнение? Значит, 1, 2, х. Период, есть простой совет. Надо умножить все на двойку. Может быть, конечно, можно и по-другому. Можно сказать, чтобы половину отнять. Но для того, чтобы все-таки не путаться, простая вещь, умножьте все на двойку. Пиши. Тогда сразу дробей не станет, а это значит, что станет легче. А там есть другая грамма тоже легкая. Плюс. Сколько? Сколько будет 7? 14. Отлично. Х плюс 14 равняется. 2х. Пишем. 2х. Дальше. Минус 20. Минус 20. Х плюс 14 это 2х минус 26. Ну, давайте быстро. 26 отправляем налево, х отправляем направо, пишем ответ. Ребята, быстрее давайте. Нет. Х отправляем направо. Просто 14 плюс 216. Вот именно, вот именно, вот именно, пожалуйста, пиши. 14 плюс 26, 14 плюс 26, чему равняется? 40. Нет, равняется на самом деле 2х минус x. Вот здесь у нас 2х, и надо из этого вычесть x. Получится... 2х. Минус x. 40, равняется, искали? Да. Спасибо вам большое. Минус 368. Когда отцу было 27 лет, сыну было 3 года. Сейчас, очень не понимаю, зачем 2х равно 80 лет, конечно, замечательно. Вы обозначали буквы x, возраст человека. То есть у вас было два плана решения. Один план решения был обозначить возраст, буквы x, Другой план решения был обозначить... Вот это, кстати, бывает такое, ребят, когда одна рука с другой не дружит, да? Вот. Это такое бывает. Ну, как сказать... Вот, значит, так, x это возраст целиком человека, поэтому ответ в задаче, конечно, от 40. Понимаете, так? Замечательно. Итак, читаю 38 лет. Когда отцу было 27 лет, сыну было 3 года. Сейчас сыну в 3 раза меньше лет, чем отцу. Сколько лет каждому из них? Составим уравнение. Пусть x это количество лет, которое прошло. Тогда отцу было 27... Тогда прошло сотворение мира? Нет, прошло от того, что было, до того, что стало. Тогда отцу было 27 лет, плюс еще x. Это было, я сказала, 3, x минус 3. 3 года было сыну, плюс x это прошло. Ну да, вы правы, да. Действительно уравнение такое. Это задача действительно на составлении такого уравнения. Итак, раскрываем скобку 27, плюс x это 3, x плюс 9. Отлично. Переносим 9 налево, x направо. 27, минус 9 это 3, x минус x. Очень хорошо. Как бы у тебя еще 18, это валик. Ну и x равен, и x равен, и x равен. 9 лет прошло, соответственно, нам надо узнать, сколько было сыну, сколько было... Ну я умею складывать. 27 плюс 9, сколько там? 36. 36, а здесь будет 12. Отлично, спасибо. 369-ое. Абдулла в четверо старше Махмута. Сумма их возрастов 50 лет. Через сколько лет Абдулла будет втрое старше Махмута? Так, еще раз повторяю. Абдулла в четверо старше Махмута. Сумма возрастов 50 лет. Через сколько лет Абдулла будет втрое старше Махмута? Огромная просьба тем, кто смотрит это в записи. Находите в себе силы выключать, пока вы сами не решили задачу. Потому что если вы будете просто условия решения, условия решения, долг от этого не будет. Надо сначала самому решить, и только после этого слушать то, что нам сейчас рассказывают. Пусть возраст Абдулла это будет. А возраст Мухаммеда будет... Вообще-то он не Мухаммед как-то будет. Вообще-то есть имя Махмут. Оно ничем не хуже и не лучше любого другого имя. Итак, по этому поводу. На самом деле, совершенно верно. Дело в том, что я сам по себе родом из Башкирии. И когда приехал в Москву, я очень хорошо помню сцену, которая у нас была в школе. Сейчас сходим. Представьте себе, новый учитель пришел знакомиться с классом. Московский, это московская школа. Все замечательно. Он почему-то думал, что надо целый урок потратить на следующее. Чтобы ученик встал, сказал, как его зовут. Учитель бы на него посмотрел и сказал бы, да, постараюсь вас запомнить. Следующий. И вот так вот весь урок. Замечательно. Доходит до Абдул-Ишу-Буева. Замечательный был такой человек, вообще он чеченец. Сейчас, естественно, он не был уехать из нашей страны. Но, тем не менее, тогда еще все было хорошо. Тогда все было замечательно с этим делом. И представьте себе, что вот этот пришедший в класс новый учитель спрашивает. Как тебя зовут? Абдулла. Кто-то решил немножко пофилософствовать. Ну, слушай, вот у нас, скажем, если Михаил, то можно сказать, коротко Миша. Если Александр, то можно сказать Саша. А вот если Абдулла, как это по-другому можно сказать? Абдуллахид. Ответил тот. Понимаете, ребята, на самом деле, эти имена, они ничуть не хуже, и не лучше. Да. Ну, именно для Рословы. Ну, а шли, что он... Ну, не будет на граних. Ух ты. Я уже саду. Я уже саду. Ух ты. Ух ты. Эй, это же как... Это же как надо над головой поиздеваться. Одно число в четыре раза больше другого, а сумма... Боба, сядь. Сядь. А сумма их равна пятидесяти. Подумайте. Саша, а что это за число? Одно число в четыре раза. Десять или пятьдесят. Конечно, десять только не пятьдесят. Саша, что на самом деле от вас требовалось? Вместо А написать 4М. Правильно? 4М плюс М равно пятидесяти. Ну, хорошо. То есть, М равно чему? М равно десяти. А равно чему? Сорока. Сорока. Отлично. Так, я на следующий раз повторю. Абдуллах, четверо старше Махмуда, сумма возраста в пятьдесят лет. Вот мы быстренько прошли, что это не сдержится выдув. Уйдите влево или вправо, догадайтесь. Вы же математик, правильно? Понимаете, где, как это будет, в солнечный левочек, и не только в солнечном. Через сколько лет Абдулла будет втрое старше Махмуда? Абдулла втрое старше Махмуда. Абдулла втрое старше Махмуда. Мы знаем, это на самом деле очень обидная вещь, когда человек ищет сложных формул, там, где их на самом деле совершенно нет. То есть, уже знаем, что это сорок лет, нет, все равно пишем А. А? Нет, надо формулу приближать. Ну, с этой штукой надо показывать формулу. Потому что иначе не будет читаться вообще. Если на тебя давать общепланово, да. Молодец. Теперь действительно правильно. Сорок плюс х это 10 плюс х умножить на 3. Сорок плюс х это 30 плюс 3х. Десять это 2х. Х, правильно? Отлично. Триста семидесятая. Отец старше сына в 4 раза. Через 20 лет он будет старше сына в 2 раза. Итак, давайте поймем. Отец старше в 4 раза. А вот через 20 лет только в 2 раза. Вопрос простой. Сколько сейчас лет отцу? Пожалуйста. Обозначим, что сейчас отцу 4х, а сына х лет. Отлично. Нынешний возраст сына обозначен буквой х. Пожалуйста, спешите. Не надо все это подробно. У нас нет столько времени. Это получит 4х. Да. 4х лет сейчас отцу. 20 лет плюс 20. Молодец. Через 20 лет это будет, конечно, 4х плюс 20. Вот эта величина должна быть в 2 раза больше, чем возраст сына через 20 лет. То есть х плюс 20. Да, это молодец. Да, так и пишем. 2 умножить... Только 2 как-нибудь напишите, более понятно. Да. 2 умножить быстрее. x плюс 20. Для тех, кто смотрит видеозаписи. Это не какие-то отобранные школьники, а это вполне настоящий живой кружок. И, собственно говоря, я специально просил не готовиться к занятию, потому что иначе был бы такой налет театрщины. Этого не хочется. Нам очень хочется показать именно настоящих людей, которые решают задачи. Пусть кто-то из них решает очень медленно, кто-то, наоборот, быстро, пусть там будут какие-то накладки, кто-то опоздает когда-то на занятия и так далее. Но смысл этой деятельности в абсолютной правдивости. Понимаете, ведь должно быть что-то, что называется, настоящее. Что-то, где, как видите, все без обмана. Можете гордиться, если вы решаете значительно быстрее, чем мы здесь. Во всяком случае, мы на это не обидимся. Отлично. Десять лет. Значит, сыну десять, отцу сорок. Давайте подумаем, что будет через двадцать лет. Отцу станет шестьдесят, а сыну тридцать. Действительно будет в два раза. То есть сейчас отец в четверо старше, в десять в четыре раза меньше, чем сорок. А пройдет двадцать лет, замечательно. Замечательно. Давай, давай, заходи, тихонечко. Я же говорю, что там тебя поздравят. Я это знал. Я это понимал, к сожалению. Некто... Нет. Давай, иди, куда тебе положено. Некто сказал, Когда я проживу еще половину, до треть, до четверть моих лет, мне станет сто лет. Сколько ему лет? Пожалуйста. Пусть сейчас ему будет x, иди сюда. Только если мы сейчас... А, пусть сейчас ему x, иди сюда. Это x плюс еще половина, я думаю. Пусть x пополам. Пусть еще третья, это x поделим на три, плюс x поделим на четыре, это будет сто лет. Замечательно. Теперь нам нужно все на двенадцать. Конечно. На наименьшее... Наименьшее общее кратное чисел 2, 3, 4. Самые маленькие числоны, которые делятся и на 2, и на 3, и на 4. Замечайте, 12. Пишем 12х плюс 6х плюс 3х. 12 умножить на что? Отлично. Складываем, получаем 15х плюс 10х. 25х это 12 умножить на 100. Заметьте, вот это и есть профессионализм. Конечно, мы давно могли умножить 12 на 100, но и не. Понимаете? Вот это и есть, вот это и есть действительный профессионализм. Когда человек понимает, что это, скорее всего, умножать все равно не придется, поэтому не буду я зря хвостом шевелить. Да. Теперь делим все на 20. Доверьте, не потребовалось. Да-да-да, пишите. Х равно 12 на 4. Равно продолжение. Отлично. Ему 48 лет. Ему 48 лет. Вот. Вот. Вот, 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 вот. Кстати, это немножко такая, конечно, мрачная задача, да? Вот, задача начинает так вычислять. Хотите, я вам еще раз такую задачу дам? Собственно, тему последней недели. Посмотрите, вы, наверное, знаете, что Путин там решил пойти на 1 срок, в следующий, да? Давайте посчитаем. Сколько вам сейчас лет? 12. 12. Замечательно. Вам 12 лет. Ну, давайте посчитаем. Скажем, Путин следующие 2 срока будет президентом, да? 12. Значит, еще добавляется 12. Дальше Медведев в 1 раз срок 6 лет. Дальше 12 лет. А уже, уже... Что уже? Нет, по закону все можно. Вот. Дальше. Ну, так, еще один раз они делают такую группу. Еще 6, 12. Тишина, тишина. 24 и 6. 30. 18. 30. 30. Заметьте. Они всего лишь чик-чик-чик-чик. То есть для них, это можно сказать, ну, просто там поговорили там парочку раз, да? А-па! А вам уже 60 лет. Путин сэрбай, а лишь 92. Сколько им это ведь за здесь не беспокоится? Варна? Путин, да. Он еще будет относительно молодым, на самом деле. Нет, нет. Смотрите, сегодня в Кремле очень хорошая медицина. Путин, ну, старше вас, там, на 30 с небольшим лет. Поэтому, безусловно, за 90 он доживет. Вот. Поэтому, смотрите, на самом деле, чуть-чуть, ну, вот это практически решенный вопрос, да? Дальше, ну, Медверью, безусловно, согласится, второе раз опять взять, да? Вот. И выясняется, что вам про 60 лет. То есть, понятно, что там в некоторый момент они, наверное, там, ну, еще коем-то третьим к себе возьмут, но вам уже будет 60 лет. Уже все-таки лучшие годы молодости успеют пройти. Да, вам, наверное, уже вот, да. Ну, ничего страшного, мы обойдемся, и без того, чтобы мы были президентом. 372-я. И сразу предупреждаю, нельзя пользоваться сведениями из учебника истории. Москва старше Петербурга на 556 лет. В 1981 году Москва, это правда, так оно и было, втрое старше, чем Петербург. Скажите, в каком году была основана Москва, я прекрасно понимаю, что вы это наизусть помните. Замолчи. Не выдавай тайну. Вдруг кто-нибудь не знает. Итак, в каком году была основана Москва и в каком году был основан Петербург. Повторяю, не той, не той, да? Препользоваться нельзя. Разрешено использовать, я еще раз повторяю, в условии задачи сказано так. Москва старше Петербурга на 556 лет. В 1981 году Москва втрое старше Петербурга. Пожалуйста, смотри. Ну, может стать в умомнение. А что такое х? Ну, х, это, по-моему, сколько Петербург уже просуществовал. К какому моменту? В 1925 году. Ага. Х, это количество лет, которое просуществовал Петербург. А, нет, нет, Москва, Москва, перепутал. Москва. Которое, заметьте, пока нам не ответят, что такое х, смотреть на уровень невозможно. Так, значит, Москва, как существовало... Х лет. Да. И плюс 556. Это еще какие-то, пускайки. А там сказано, что Москва будет на 556 лет старше. Почти, старше, старше. Попередик, сначала подружите со своей головой. Найдите порядок, поймите, кто же там у вас раньше кого. Вот, пожалуйста. Ну, я буду делать вот так. Давайте проведемся в 81-й год прошлого века. Да, конечно. На сейчас 81-й год прошлого века. Так, у нас в Петербург славно существуют свои икс. Москва, Тель. Нам известно, вот, то, что... Кто-нибудь из вас знает хоть какое-нибудь событие, которое было в 1981-м году? Я понимаю, что для вас это абсолютно древко. Там, пинозавры, конечно, ходили. Понятно, что... Перестройка? Перестройка после... А это ровно один год после олимпиады в Москве. Я в Москве была в 80-м. Ну, я говорю, ровно один год после олимпиады в Москве. А, что, между прочим? Нет. Хороший ответ, действительно. Действительно, в 1950-м году была олимпиада. Ну, на один год, ну, ладно. Нюбелее. Нормально, по крайней мере, 4-м, да? Что-то понятно. Нам нужно, чтобы в Москве существует уже 3 икс лет, а Дверборг только... А что такое икс? Икс, сколько времени существует Петербург, с момента своего основания. И до 1921-го года. Да. То есть так, как нам начал говорить Тимофей. Да. Ой, мотивец. У меня есть у него брат Тимофей. Неважно. Да. Извините, я не хотел его обидеть. Да. Нам нужна храняша. Мастер, прости, пожалуйста. Там зависит то, что икс разница, это прекрасное число. Так, вам все равно. Тебе, ну, кто не старает? Ой. Так, ну, я не знаю, что это. 5, 6, 6. Да. Икс равняется... Что будет? 278. 278. Икс, когда мы теперь можем узнать с помощью 22-го года Икс, когда мы выбрали основание Петербурга. А и как же это делается? Это мы сделаем просто. Это число, это год основания Москвы. И как же узнать год основания Москвы? Год основания Москвы надо быть 556. Намечательно. Из числа 1703 надо вычесть 556. Икс, что получится? Ну, пользуясь 500, ставь с ним. Замечательный способ выбрать разных двух чисел. Исучит теперь истории. Да, да, да. Спасибо. Все, все, давайте садимся. Ну, что да. Во-первых, конечно, по сути он прав. По сути, конечно, здесь все сказано абсолютно правильно. Только давайте я нарисую картинку. Потому что я бы, конечно, ни за что вот так вот решать не стал. А я бы просто сам предложил следующее. Вот смотрите. Представьте себе ось времени. Где-то был, ну, сейчас уже далекий. А он, если могу, и не ответил. Да ладно, сейчас я отвечу. 1981 год. Смотрите, что нам говорят. Москва втрое старше, чем Петербург. Ребята, это же очень просто. Мы берем и откладываем три равных отрезка. Это тот самый ваш Икс. И пишем, что здесь была точка основания Петербурга. Вот в этот момент времени создали Петербург, а в этот момент времени создали Москву. Так, я надеюсь, что никто из присутствующих не думает, что вот действительно был такой момент времени, когда там тысячи людей прибежали и закричали «Здесь будет Петербург». И то же самое с Москвой. Разумеется, любая такая дата она исторически немножко условна. То есть историки пытаются найти такой момент времени наиболее яркий. И, конечно, это вопрос некоторого условного соглашения, но с другой стороны, ну как-то же надо, как-то историкам тоже надо жить, какие-то точки нужно же им устанавливать. Так вот, теперь смотрите. Вот это расстояние по условию задачи 556. Значит, х это 556 разделить на 2. То есть, как там уже правильно нам сказали, 278. Ну, теперь, кто мне покажет на этом рисунке момент времени, когда Москва будет не втрое, а вдвое старше Петербурга? Пожалуйста. Молодец, окраин. Это надо ответить, чтобы все это было видно. Господа, вы отзвучаете мое время. Здесь Петербургу станет 2х лет, а Москве 4х. И, собственно говоря, все. 2х в два раза меньше, чем 4х. Хорошо. Можно посчитать. Число 381 прибавить в 1261. 59. Ну вот, скорее всего, 50. хорошо. 373-я задача совсем простая. Кстати, в условии там есть ошибка. Все заметили? там, к сожалению, в книжке есть опечатка 373-я задача. Там есть двоеточие, на самом деле должна быть точка с запятой. К сожалению, такие ошибки. 373-я нет. Да, очень просто. Отцу столько лет, сколько сыну и дочери вместе. Дальше, здесь, должна стоять точка запятой. Сын в одном издании стоит, а в другом не стоит. Тот, который у меня не стоит. Сын вдвое старше сестры и на 20 лет моложе отца. Вот я запишу. Значит, отцу столько, сколько сыну и дочери вместе, вместе в театре. Это одно условие. Второе условие. Сын вдвое старше своей сестры. И, наконец, сын на 20 лет моложе отца. Такая очень простая задача. Нужно разобраться, сколько кому лет растут. обозначим, что сыну 2х лет. Хорошо. Сестре тогда х лет. Отлично. А отцу, как он старше сына на 20 лет, 2х и 20 лет. 2х и 20 лет. Да, и какое у нас получается уравнение? 3х равно 2х и 20 уменьшает на х чему равно х 20 отлично. молодец. Ну, все, все. х равняется 20. Молодец. Очень важная, хотя и очень простая 374-я задача. отцу 32 года. Сыну всего лишь 5 лет. Ну, детям так бывает. Бывает не много лет. Вопрос. Через сколько лет через сколько лет отец будет в 10 раз старше своего сына. на самом деле мы сегодня решили уже несколько такого типа задач. Надо составить уравнение и надо его решить. Пожалуйста. сейчас узнаем. Давай. А 2 идет составить сравнение. Главное, что у него надо узнать, это что такое х. 32 плюс х не узнается. х это сколько лет пройдет? Через сколько лет? Это та самая величина, которую надо узнать задачу. Молодец. 5 плюс х умнож на 10 раз х замечательно. Если бы вы научились еще писать круглые скобки круглые, вы бы совсем так. И здесь. Хорошо? Так, раскрываем скобки. 32 плюс х равно 50 плюс 30 х. Замечательно. Ну и сразу можно заметить, что такого числа не существует. Почему? А потому что можно принести в другое и будет число отрицательное. а это данное же т. Стоп, 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 стоп. Все, молодец. На самом деле об этом принесло очень важное, очень важное слово. Взглянув на это уравнение, мы видим, что такого числа нет. Почему? Потому что 50 больше, чем 32, а 10х больше, чем х. Математика. Да, да, да. Ребята, вот это очень важный момент. Вы должны понимать, что чаще всего в математике формулы умнее, чем мы с вами. то есть он, конечно, молодец, что доказал, что такого числа нет. Но мы сейчас с вами продолжим вычисление и такое число найдем. И это легко. Смотрите, надо х перенести сюда, а 50 наоборот справа налево. 32 минус 50 это 10х минус х. Минус 18 это 9х. Х это минус двойка. Повторяю, х это минус двойка. Значит, слушайте. Нет, ребята, мне сейчас очень мало волны конкретно этой задачи. потому что мне важно объяснить вам какой принцип. Огромное количество открытий в математике и физике было сделано, когда люди смотрели на формулу, что называется, которая не может выполняться. И говорили, что ну а ради красоты она должна выполняться. И смотрели, может ли иметь какой-то смысл все-таки эта формула? ли там что-то как-то повернуть? Так вот, отрицательные числа придуманы в дверях. Что значит ответ минус два? Два года назад. Сколько лет пройдет? Конечно. В нашей задаче ответ такого уже никогда больше не будет. Но два года назад это было, потому что два года назад отцу было 30 лет, а сыну было 3 года. Вот понимаете, для того и отрицательные числа, для того и делают формулы, что называется, симметричными, чтобы не особо задумываться, это будет в будущем или же это было когда-то. Решаем уравнение. Если ответ получился положительный, значит, это будет в будущем. Если отрицательный, значит, это было когда-то раньше. Хорошо. 375-я задача. Я напишу ее условия, потому что это, скорее, не задача, а такая шутка. Тони больше лет, чем будет Гале, Тони больше лет, чем будет Гале, когда Жене исполнится столько лет, исполнится столько лет, сколько Тони сейчас. Ну, вопрос естественный. Кто из них самый старший, кто средний по водосту, а кто самый младший. Так, честное голосование. Кто знает, кто самая старшая. Так, человек есть. Ну, хорошо, давайте начнем с вас. Нет, 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 надо выйти к доске и сказать, конечно же, не ответ, а рассказать решение. Тони будет больше старше всех, потому что когда Женя использует столько лет, сколько Тони, а слово Антонина. Тони уже будет старше, чем они. так, кто считает, что он сказал правильное решение. Я не знаю. Он сказал правильно, но не поняли. это я не очень понимаю. Так, кому слово даю? давайте, пожалуйста, вы сегодня. Диана, подожди. Не через камеру, не... Быстрее, да. заметьте, вот очень правильный подход. Хотя я и написал дословно на доску, но надо пользоваться своей источникой. Это будущий юрист, да? Самая старшая Тоня, потому что ей больше лет, чем будет Галя. она старше Галли. я понял. Когда Жене исполнится столько лет, сколько Тони сейчас. То есть Жене тоже только исполнится столько лет. Согласен. На самом деле Диана вполне разумно объяснила, почему Тоня самая старшая. Дальше. Дальше как сравнить Галю и Женю? Володь, дай, дай. Я знаю, потому что если исполнить сожжение, а известно, что Тони больше, чем Галя, когда используется сожжение. Не надо писать, пытайся объяснить. Знаете сожжение, он это никогда не объяснит. Именно он никогда это не объяснит. Вот хоть что сделать. Но сегодня он это не объяснит никогда. вы уже показали, что Тоня старше Галли. Тоня старше Галли, это я уже понял, да. И она будет Жене исполнится столько лет, сколько Тони сейчас. То есть Женя будет как Тоня. Нет, нельзя. Ребят, давайте мы попытаемся все-таки дослушать Диану, потому что я не понимаю, значит, про Владимира я точно понимаю, что он нам никогда ничего не производит. Вот в этих Тоне Женя Галли запутается это три сосны, все, все, это его три сосны. Про Диану мне нет такой уверенности, хотя у меня тоже нет ощущения, что она решила задачу. Все молчим, даю ей сказать. Мочать хочется. Я знаю, Тоне у нас больше лет чем будет Галя. То есть Галя Нет, Тоне старше Галя, я согласен, конечно. Жене, когда Жене исполнится сколько лет, сколько лет, сколько Тоне сейчас, на самом деле Диане осталось чуть-чуть, Диане осталось додумать чуть-чуть. она тоже будет старше чем Галя. Ну, давайте, вроде опять хочет, сейчас запустит на закончение. если Жене сколько Тоне сейчас, все равно Галя будет меньше, чем Женя. количество нет. Смотрите, ребята, у меня ощущение, что сейчас Владимир это что-то вроде Шут? Нет, это шут, это не шут, вы что-ли, нет, сейчас он шут, сейчас он балуется. Нет, на самом деле он, ребята, он это водопровод, к которому перекрыли надо. То есть напор мыслей есть, а устройство вывода не работает. Понимаете, да? Там процесс стучит, 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 говори, 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 а язык отличает. Не скажу, не скажу. Так, можно попробовать спокойно? Можно. Если Женя испорится стойкость, как Стони сейчас, но тот же момент Галя будет меньше, чем Женя испорится, когда кто-нибудь сейчас. Ребята, на самом деле ничего страшного в том, что сейчас происходит, нет. это человек пытается обладеть русской речью. Он внутри себя все понял. Он не может это сказать. Разумеется, ему надо на Олимпиаде ставить за эту задачу минус. Разумеется, в школе ему надо ставить двойку. Но, тем не менее, мы-то с вами понимаем, что когда-нибудь он говорит научиться. Понимаете? Так, ну хорошо, Диане пока слова не даем. Давайте вы. Галя младше, чем Женя, потому что Галя будет меньше, чем... Не надо чистить. Галя, по-вашему мнению, младше Жени. Да. Почему? Потому что Жени будет столько, сколько Тони сейчас, но в то же время Галя будет при этом меньше. Чем Жени, который будет столько, сколько Тони сейчас. Если бы записать. Если бы записать. Понятно? Голосование. Кто считает, что ему понятно? Не сама задача, а то, что он... Нет. За себя неприлично. Нет. Нет. Господа, кто считает, что понятно то, что он сказал? Ну, как нет. Не мы говорим. А ты человек, замечательно. А уже больше? Ребята, пожалуйста, не срывайте меня руку. Но все-таки я понимаю, что делаю. Я тоже считаю, что Галя была с Женей. Потому что с Женей будет столько лет, что Тони будет... он уже переходит на эмоции. То есть он уже сразу начинает что-то называть рубаху на груди. Я тоже считаю. Нет. Нет. Нет.